Всем здорова, вы на канале Просто Назин, меня зовут Димон и сегодня у нас отличная распаковка интересных, развлекательных и по возможности нужных товаров с сайта Алиэкспресс. Уверен, тебе понравится. Усаживайся поудобнее, печенюшку в левую руку, в правую чайок и наслаждайся просмотром. Залетает первая посылка в кадр и наверное это самый простой товар в сегодняшнем видео. Будем считать его разминочным, так сказать разработаю голос. И здесь у меня вот такие вот зимние перчаточки. Долго я выбирал различные и кстати вот что я уже сразу вижу на картинке, была вот эта вот лямка, застежка такая, но не было вот такого вот скажем так какого-то американский флаг похоже, то есть какая-то вот, блин она немного портит реально внешний вид. Если бы ее тут не было, были бы просто строгие перчатки. Значит у нас здесь легенькая резиночка имеется, приятный, очень приятный на ощупь достаточно. Ну давайте внутри значит у нас вот такой вот мех. Люди писали, что в отзывах, да, что перчатки неплохие. Ну по пошиву я точно вижу, да, что все хорошо пошито, никаких у меня претензий нету. Но цена меня устраивала, потому что цена небольшая и допустим за те же денежки у себя по-местному я такие перчатки не куплю. Примеряю. Да, на мои худенькие ручки вполне нормально, но у меня здесь есть еще запас. То есть если у вас рука покрупнее, то без проблем они оденутся. Нравится, что здесь есть резиночка, немножко небольшая стяжка, то есть по сути зимняя куртка рукав, да, сверху будет прикрывать и будет вполне тепло. Здесь, как вы видите, вот один палец, который тут нашивка на нем идет и здесь должен быть сенсор. Должен быть сенсор, это в наше время актуально, потому что зимой снимать перчаточки, когда холодно. Ну как вы видите, да, сейчас надеюсь там вам не бликует ничего. Доработает, нормально. Хорошо, что не на этот, да, палец приделали, а на этот. Прям хорошо, прям мне нравится, как говорится. Все хорошо, все замечательно. В общем, вот такие вот перчаточки, кому приглянулись, зайдите, посмотрите, посылки там почитайте. Кстати, да, все ссылки будут в описании, я не хочу вот это бубнеть, как попугай напоминает, что после каждого товара, смотрите, ссылка в описании. Просто ссылки в описании, кому нужно, переходим, смотрим, товар заинтересовал, зашли, посмотрели, приобрели или не приобрели. Вот такие перчатки, двигаемся дальше. А эти две посылочки неспроста находятся вместе в кадре. Во-первых, они объединены общей тематикой. Во-вторых, я на данный момент, по крайней мере, не встречал еще русскоязычных обзоров на эти товары. И, в-третьих, что-то из этих двух посылок, а возможно даже и две, будут участвовать в будущих розыгрышах на канале. Поэтому, как говорится, если вас эти товары заинтересуют, вы захотите попробовать поучаствовать, победить, выиграть, получить такой подарок от моего канала, есть повод подписаться, жмакнуть на колокольчик. Да, как все говорят эти авторы, жмакнуть на колокольчик, чтобы вот точно ничего не пропустить. Вот сто пудов ничего тогда не пропустишь, и уведомление придет, мол, у Димона смотри там новый видосик, вышел, надо смотреть, а еще там розыгрыш, в общем, можно будет победить. Давайте начнем, в общем, с вот этой посылочки, эту я пока уберу в сторону. Вот такая вот пакетосина, и в пакетосине у нас, в пакетосине у нас коробочка. Вот такая красивая, стыльная, модная, молодежная, вот такая вот коробочка бренд Моченик. Давайте ее вскроем, кстати, целая, целая, да. Коробочка ко мне приехала полностью целая. Моченик, мошенник, или, не знаю, в общем, как это правильно прямо произносится. Здесь у нас геймпад. Моченик, это ребята, которые занимаются компьютерной периферией, то есть это популярный достаточно китайский бренд. Они выпускают геймпады, клавиатуры, мышки и... А, кстати, да, по-моему, они еще ноутбуки, игровые ноутбуки они делают. Я же заказал абсолютно новенькую модель геймпада. Если мне память не изменяет, потому что пока на коробке не написано, модель HG503. Так, давайте мы пока вот это вот немножко в сторону. Сейчас мы просто посмотрим на комплектацию, потому что геймпады по-любому нужно нормально тестировать. От того, что я сейчас быстро его запущу там на смартфоне или еще что-то. Типа, смотрите, он работает, да, как это бывает в некоторых обзорах у людей, да, не включая. Ой, оно работает, ой, боже, все, все, мне нравится срочно покупать. Нет, такие вещи нужно нормально, нормально тестировать, проверять, как он работает на ПК, как работает со смартфоном, как работает, там, к примеру, на ТВ-боксе, потому что многие к ТВ-боксам подключают. Сейчас мы просто посмотрим комплектацию, ну и общее, как говорится, впечатление там по качеству исполнения. Что-то как, нравится, не нравится. Так, у нас в комплекте мануал, да, как я говорил, модель HG503W. Собственно, все, никакой тут спецификации, что, инструкции даже никакой нет. Да, никакой инструкции нет. То есть, честно говоря, характеристики я не помню. Да, там, по-моему, он совместим с ПК, конечно, Nintendo Switch. Кстати, да, по-моему, Nintendo Switch, ну, то есть, с Android-системами. Вот такой в комплекте кабель, и, судя по всему, он не просто зарядный, потому что очень длинный, с разъемом Type-C, и кабель длинный. То есть, геймпад по-любому будет работать еще и в проводном режиме. Не зря такой длинный кабель положили. У нас есть... Ой, нажимаются, слушайте, приятно. Сменные, судя по всему, вот эти вот части, да, блоки сменные, блин, не помню, как называются. И сменные стики сами, да, вот эти сиськи или как в простонародье. То есть, есть выпуклая площадка, а есть, наоборот, вогнутая. Кому как нравится, на разных геймпадах такое встречается. И, собственно, сам геймпад. Так, геймпад, ну, не сказать, что он очень дорогой, ну, и не сказать, что, конечно, он дешевый. Так, ну, первые, слушайте, они, что так, достаточно приятный на ощупь. Лицевая часть у нас просто какой-то такой слегка глянцевый пластик, но отпечатки он не собирает. Вот, стики у нас все эти прорезиненные. Резко возвращаются назад, клавиши нажимаются. Да, он что, включен, что ли, там, судя по всему. Давайте его включим. Да, есть подсветка, загорелись клавиши, горят клавиши. Ой, клавиши, знаете, с такой глубиной. Классно, слушайте, вот клавиши мне нравятся. Да, он сейчас отрубился, потому что он ни к чему не подключается. Подсветка очень красивая, глубокая. Знаете, такое ощущение, что вот все вот эти вот циферки, циферки, господи, буковки, они глубоко посажены. То есть, вот эти какие-то вообще просиликоненные, как будто клавиши mode, старт, нажимаются. Всяческие триггеры наши, да? Внутри мембранка, нет, нет, не мембранка, нет, подождите. Нет, там внутри, судя по всему, пружина установлена, потому что вот прям отпихивает ее. Очень приятно. С тыльной стороны, о, слушай, тут, судя по, дополнительные клавиши есть, да? То есть, классно, если они будут действительно работать в играх, и их можно будет отдельно программить как-то. Потому что у меня был на обзоре геймпад, который просто дублировал вот эти все клавиши. То есть, смысла у них не было. То есть, они просто повторяли вот это все. Если их отдельно программить можно, то вообще просто бомба. Да, из спецификации 5 вольт, 500 миллиампер час. Да, здесь аккумулятор стоит. Вот это у нас шершавая часть. Не, ну слушайте, прикольно. Не знаю, внешне мне нравится. Судя по всему, как-то это на магнитиках, что ли. А ну, айди сюда. Айди, иди сюда. Так, вот это как-то должно извлекаться. Это вся база, что ли, снимается. Так, там, судя по всему, достаточно мощный магнит. Потому что я не могу понять пока, как это снять. Да, там мощный магнит. Вот, смотрите, снимаем и можем поставить вот такую крестовину. Теперь вот такую. Вот эта крестовина классно, допустим, будет, если вы файтинги катаете. В общем, ладно, не буду я на нем затягивать. Вот такой геймпад. Я буду с ним разбираться и снимать на него полноценный обзор. Первое впечатление неплохое. Действительно качественный, внешне удобный, классный геймпад. Так, а во второй посылке у нас тоже должен быть геймпад. Но, судя по всему, там две посылочки. И, наверное, я так думаю, мне китаец положил какой-то подарок. Этот геймпад тоже мы сейчас просто посмотрим. И полноценный обзор будет позже. Хотя, знаете, у меня такое бывает, что вполне возможно, если вы сейчас зайдете на канал, то, возможно, из сегодняшней распаковки, из всей, на что-то уже может быть полноценный обзор. Потому что, ну, в общем, у меня такое бывает, что пока я соберу всю распаковку, пока я ее домонтирую, и какой-то товар я вполне реально могу выпустить пораньше. Поэтому, может, на какой-то геймпад уже вполне полноценный обзорчик и есть. Так, да, да, продавец положил подарок. Это классно. Я люблю, когда продавцы ложат нормальные, хорошие подарки. Не просто, знаете, как они любят вкладывать какую-то ниточку с каким-нибудь там деревянным персонажиком, какой-то типа амулетик. Ну, спасибо, приятно, конечно. Ну, как бы, блин, это обычно на мусорку все отправляется. А здесь, а здесь, посмотрите, по красоте. Мне к геймпаду положили вот такие фирменные от Gamesir. Да, геймпад бренда Gamesir. Вот такие вот дополнительные накладки на стики геймпада. Фух, о господи. Подарок, конечно, хороший, но я не люблю такие упаковки, где нет никакой защелки. То есть просто надо, блин, усраться и извлечь. Вот такая силиконовая накладка с нарисованной крестовиной. Далее у нас нарисованная крестовина и с мелкой пупыркой. Вот такие вот бочонки с точечками. Есть повышенные. Видите, какие они достаточно высокие. Не знаю, честно говоря, зачем. Я никогда такими не пользовался. Может, кто пользовался, напишите в комментариях, удобно ли, когда повышенные стики у вас становятся. Под какую-то вообще цель. Так, и здесь еще бочонки, но с такой вот мелкой перфорацией, мелкие отверстия. А вот сам наш геймпад. Бренд GameSir, модель T4 Mini. Это относительно новая модель. Там какие-то английские, по-моему, обзоры уже на нее есть, потому что там ребята все это дело быстрее получают. По спецификации, значит, у нас геймпад способен работать с Nintendo Switch, с Android, с iOS. Ну, это как всегда под вопросом. С ПК, да? С ПК, с ПК. И, собственно, вроде бы, вроде бы, что тут у нас еще из интересного. Из интересного все по-китайски. Да, 600 мАч у нас батарея. Кстати, GameSir очень хорошая фирма. Они, ну, опять же, как бы не сильно дешевые, но зато они качественную продукцию делают. Они, опять же, там клавиатуры делают. Мышки, мышки. Да, мишки, по-моему, делают. Ну, и геймпады, это также их основное. У них много различных геймпадов. Давайте этот глянем. Упаковка хорошая, презентабельная. Вполне все приехало, как вы видите. Целенькое. Так что там на подарочек, кому что надо, можно взять. Так, у нас в комплекте опять Type-C кабель. Судя по всему, опять же, он длинный, потому что геймпад явно будет работать в проводном режиме. Далее у нас инструкция, что за что отвечает. С этим будем, опять же, потом разбираться. Не добраться для... Ой, ой, хороший. О, слушайте, прелесть какая. Очень красивая. Ой, а стики такие-таки нежненькие. Слушайте, а мне нравится. А мне нравится, мне нравится. Вообще, блин, в этот раз, я чувствую, будет распаковка очень прям хорошая. И думаю, мне много что понравится. Вполне. Так, у нас здесь шершавый пластик. Качество неплохое. Действительно неплохое. Опять же, какой-то элит, не знаю. Хотя, конечно, элит, это громко сказано. Знаете, на той же плойке, на новенькой, на Xbox. Ну, хороший пластик. Все, не какой-то там мега офигенный, что ты прям от него там офигевал. То есть, хороший. Хороший пластик. Это не дешман. Абсолютно это ощущается. Вот такой вот маленький, но если вы переживаете, что нет вот этих вот рожков, держаться. Вот. Очень удобно. Слушайте, очень удобно. То есть, мало того, что, ну, как бы у меня рука небольшая, но мне удобно. А если ребенок играет, да, у меня крестница часто приезжает, там, поиграть с ней в файтинги какие-то. Такой геймпад очень удобный. Так, ладно. Клавиши, собственно, так, как он включается. Не знаю, вот эта тэшка. Нет, домик, как обычно, домик. Вот. Включились. Вам, наверное, не видно, но там внутри подсветка. Я где-то подсниму или в обзоре в полноценном уже будет. Он в темноте, он должен просто весь переливаться. Потому что там полупрозрачный корпус и переливы цвета. Все должно красиво выглядеть. То есть, у нас подсвечиваются. Да, у нас буковки все подсвечиваются. Крестовина очень приятная. Очень приятная. Нажатие четкое. Крестики все. Жмется клавиши. Клавиши у нас. Здесь не такие прикольные, честно. Здесь не такие, как в Мошенник. То есть, там, скорее всего, просто мембранка какая-то стоит. То есть, нажатие тоже четкое. Все нормально. Но, судя по всему, там просто мембрана. То есть, вот в Мошеннике в первом геймпаде мне больше понравилось. Разъем Type-C для подзарядки. Литой абсолютно корпус. Всякие коннекты. Типа, к чему мы будем подключены. Тут же различные варианты. Аккумулятор. Все. В общем, надо с этим геймпадом также разбираться. Первое впечатление абсолютно также положительное. В общем, погнали дальше. А это, ребят, коробочка мечта. Честно говоря, давненько я засматривался на этот товар. Но цена откровенно кусалась. Цена откровенно кусалась. И когда была распродажа, мне повезло. Я получил очень жирный купон. Плюс купоны от продавцов. Плюс кэшбэк. В общем, цена вышла просто сказочная. Я сказал себе, Димон, ты должен этот товар взять. Ты давно его хотел. Ты должен взять, посмотреть. Народу показать. И тем более, если товар мега офигенный. Окажется, если продавец, точнее сказать, не наврал. Все функции будут отлично работать. Я однозначно его разыграю. Однозначно. То есть, ну, конечно, именно этот я оставлю себе. А новенький, новенький такой товарчик я разыграю. Потому что, ну, это классная штука. Ее нужно смотреть. И здесь у нас портативная ретро-консолька от бренда DataFrog. Модель X20. Есть еще X20 Lite. Она в разы дешевле. Но она сильно-сильно урезана функционалом. И в ее сторону, честно говоря, я вообще не смотрел. В общем, время зарядки, точнее сказать, игры у нас 3-5 часов. Заряжается она от USB. Также есть у нас разъем Type-C. Есть HDMI разъем и коннектор, судя по всему, 2,4 ГГц. Прикол этой консоли в том, что она сама может быть портативкой. Ну, то есть, с собой, да, носите, играете ее. Помимо этого, через HDMI кабель вы можете подключить ее к телевизору. Выводить картинку на телевизор. И управлять самой консоли. И смотрите в телек, играете, да. Но, самое классное, что к этой консольке можно подключить 2 беспроводных геймпада. То есть, по сути, портативка у вас становится полностью стационарной. О, господи. Стационарной консолью. И вдвоем с друзьями вы там можете катать уже, да. То есть, на 2 беспроводных геймпадах. Собственно, вот картинка нарисована. Правда, у продавца он предлагает купить его геймпады. Но, я думаю, что вполне можно и свои какие-то подключить будет. Это мы все, конечно, будем тестировать в видео. То есть, она портативная. И можно использовать как стационарную, подключать ее. NS-овские Dendy игры Sega. То есть, вот они 8 битки. 16 битки, 32 бита, 64, 128. Ну, сомневаюсь. То есть, я ожидаю, что какие-то более мощные эмуляторы здесь не пойдут. То есть, если PlayStation 1 еще будет хорошо работать, это круто. Если вдруг заработает PlayStation 2 идеально и PSP-шка, то это вообще прям супер будет. Да, максимальная карта памяти 64 гигабайта. Также мы можем читать книги. Всякие типа там часики у нас есть. Stopwatch, да. То есть, это секундомеры. Музыку воспроизводить, читать книги, открывать картинки. Внутри у нас как-то все так не очень уже эстетично засыпано. Так, у нас инструкция на китайском и английском языке. Да, опять же, тут форматы какие поддерживают. В общем, вот это вот я не буду пока вникать. Это будет отдельный полноценный обзор. Вот он, зарядник. Тоже не буду его распаковывать. Он с разъемом, с microUSB разъемом. Зарядник. Наушнички. Наушнички нам положили. Это явно, конечно, будет мишура. Но, как бы, в комплекте есть. Классно. Положили наушнички и кабель. И кабель. Опять microUSB. Почему у нас только microUSB? Хотя написано Type-C. То есть тут microUSB. Подождите. Нет, вот microUSB. А это обычный USB-шник. Толстый, да? То есть что-то из них заряжает, что-то из них подключает. И вот она наша... Ой, красивая. Красивая. Так, у меня я вижу уже на 8 гигабайт микрофончик. У нас, точнее сказать, динамик. Один пластик. Приятный. Приятный на ощупь. Но я вижу, что собирает отпечатки. И спереди. Собственно, вот сама консолька. Да, у нас есть разъем. Вот он microUSB. А ну вот, получается, да. Для подзарядки включение. Выключение. Подключение HDMI. Только мини. Надо еще где-то его надыбать будет взять. Type-C, 3,5 Jack. Это, судя по всему, какой-то индикатор. Карта памяти и USB 2. Анга, USB-шки, кстати, это для геймпадов. Потому что есть геймпады с выходом на обычный. Не на USB, а на microUSB. То есть геймпады с подключением microUSB. Но они, вроде, эта консолька должна, как я и говорил, поддерживать беспроводное управление. Включение клавиши. Ага, не залипает. XAB, раскладка Xboxовская. Select, Start. Опять же, что-то включение-выключение. На экране наклеечка. Не знаю, что мы видим. Пусть пока будет. Давайте попробуем ее включить. Надеюсь, она заряженная. Так, ладно. Наверное, мы вот эту вот фиговинку снимем сразу. Так, это транспортировочная пленочка. Но здесь одета еще защитная пленка. Да, обычная какая-то гейманская пленочка. Так, ребят, выключил я свет, чтобы оно не блестело на экране. Экран, то, что я сразу вижу, достаточно яркий. Яркий, сочный, хороший. Вот какие-то игрушки. Ну, давайте, пока она еще не умерла, консолька. Давайте что-то запустим. Как тебя запустить? Ага, пошло. Та-та-та-та-та. Дабл-драгон. Да ты посмотри, какой ты, зараза. Так, выход. Ага, вот. Вот такая есть менюшка. Здесь мы можем поменять темы. Видео, музыка, пикчерс, e-book, браузер, сеттинг. В общем, слушайте, ну, надо с ней разбираться. Как я говорил, не хочу я с ней сейчас затягивать. На нее точно будет отдельный обзор. Уверен, что она должна быть прикольная. И обязательно буду такую консольку разыгрывать. Так что не затягиваем. Погнали дальше. Предлагаю сделать перерыв от игровой тематики и распаковать вот такой здоровый пухляшок. Это посылка для моей жены. И в посылочке у нас есть крайне необходимый товар. Крайне необходимый, которым она в последнее время увлекается. У нас данных товаров уже как-то стало многовато. В пакетике, как всегда, еще один пакетик. И в пупырочке у нас еще один пакетик. Далее у нас мягкий мешочек. А в мешочке у нас оказался вот такой вот рюкзачок. Она в последнее время реально очень любит рюкзачки. Мы как-то их частенько заказываем. У нее, видно, это какое-то стало хобби. Собирание различных рюкзачков. И, кстати, рюкзачок такой, ну, небольшой. Небольшой по сравнению с ее всеми рюкзачками. Вот такой вот он белый. Это у нас, конечно же, не кожа. Эка-кожа или кожзам. Называйте, как хотите. Или, как говорится в простонародье, дермантин. Обычно. Но на внешний вид вроде бы ничего. Внутри у нас, собственно, это видно. Ага. Ах, подушечка. Мягкий подушечка у нас тут. Так, а в пакетике у нас вот такая вот лямка. Это, судя по всему, в руках носить там или на плечо закинуть. Слушайте, ну, по лямке, собственно, вот это все у нас металл. Застежки металл. Фиксаторы металл. Это металл. Пошито все очень аккуратно. Стоимость, честно говоря, не помню. Посмотрите по ссылке в описании. Ну, что-то около... Покупали на распродажу что-то около 20 долларов, по-моему, он обошелся. Ну, как бы для китайского рюкзака, да, как бы не сильно так. Потому что и дешево. Собственно, вот так выглядит. Есть различные цвета. Там, по-моему, и черный, и серый, и какие-то цветные есть. Это у нас заклепки металлические. Змейка. У нас металлическая. Змелка. 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 Змейка у нас рабочая. Внутри небольшой карманчик. То есть, сюда, судя по всему, там кошелечек положить. Либо смартфон положить. Так, далее у нас есть вот такие боковые кармашки. Ну, также, не знаю, что там, мелочь какую-то положить. Там шоколадки, конфетки какие-то проездной сюда закинуть. Так, змеечка у нас металл здесь тоже. Она полностью, как говорится, функционирует. С другой стороны у нас еще один подобный карман. Так. А, смотрите, да, получается у нас спереди карман. И здесь есть еще вот потайной кармашек, скажем так, который будет у вас на спине. То есть, сюда, не знаю, документики какие-то, либо действительно кошелечек. Сюда карман небольшой. То есть, к спине у вас он прилегает. И никакой бандос, никакая ворюга к вам не залезет. Собственно, вот на спину лямочки. Также все металл. Слушайте, ну он аккуратно пошит. Правда, мягенький такой. Никаких я грехов не вижу. А внутри у нас такой достаточно большой раздел. Отдел, раздел. О, смотрите, китаец положил, собственно, я не знаю, что это. Лимон. Какая-то пахучка с запахом лимона, судя по всему. А ну, а ну. Пахнет? Да, пахнет. Пахнет лимонкой. Не знаю, зачем. Наверное, что в рюкзачке пахло. И подарок вот такая вот резиночка. Сомневаюсь, что, конечно, Сашка будет пользоваться этой резиночкой. Но, тем не менее, продавцу спасибо. Так, крупный отдел. Здесь у нас небольшой кармашек. Еще один кармашек на змейчике внутри. Слушайте, ну рюкзак мне лично нравится. Да, я не фанат женских рюкзаков, понимаете, да? Но по качеству мне нравится. То есть он вполне явно стоит своих 20 баксов. Все аккуратно, строчки ровные, швы ровные. Сюда, видимо, можно какие-то брелочки повесить свои, чтобы брелки висели. Либо вот за ручку держите, несете, либо на спинку вешаете. Ну, прикольный, прикольный рюкзачок. Своей цены однозначно стоит. Погнали дальше. Так, ребят, смотрю, что видео получается достаточно длинное. Но, к счастью у нас, или не к счастью, у меня, наверное, все-таки горю. Осталось всего две посылочки. И вообще, честно скажу, мне сегодняшняя распаковка очень нравится. Все товары реально классные, годные. По-любому чем-то из этого я буду пользоваться. И я думаю, вас тоже что-то заинтересует. Так что давайте, в общем, ускоримся. И последние две посылочки как бы так уже побыстрее откроем. Так, здесь у нас китайский воздух. А внутри у нас еще один геймпад. И это у нас уже раздвижной геймпад для смартфона от бренда Ipega. Я, кстати, про него сегодня говорил. Я немного подзабыл, что сегодня он, скорее всего, в распаковке должен был участвовать. Это новая модель 9217, по-моему, как-то так называется. Если вам нужен недорогой геймпад, но более-менее нормальный, вот Ipega. Ipega это самое оно. Все, что там вообще ноунеймовское, либо какие-нибудь там мокут, это вообще геймпады ни о чем. Честно, они у меня были. И они еще были, когда у меня не было канала. Ужасные. Они зависают постоянно, вырубаются. Что-то с ними происходит. Как бы оно дешево, как бы оно поначалу работает, но быстро все это дело выходит из строя. Так, у нас в комплекте инструкция. Как обычно, видимо, на китайском и английском, да, англо-китайская инструкция. Тут все понятно. Эй, попкой развернула я. Так, и вот, собственно, у нас корабулина. В корабулине вангую, как всегда, у нас будут какие-то кабелечки, типа там на зарядочку, да. Не буду я его открывать. Type-C, кстати, кабель, Type-C зарядка. И вот для смартфона, почему я его взял, да, именно новую модельку проверить, посмотреть, что здесь интересного. Что для смартфона классно, для раздвижной, да. То есть не просто вот какой-то геймпад, как вот эти вот предыдущие были, там, мошенники, всякое такое, да. То есть там крепления нет. Это именно для смартфона. Берем смартфон, сюда засунули, он зажимается и все, играем. Так, что у нас значит по качеству? Ну, пластик, обычный неплохой пластик. То есть это недорогой пластик, ну и не ужасный. Летёк, как правило, достаточно аккуратное. Так, левый-правый триггер. Собственно, ходить, включить, выключить, да, и клавиши наши симпатичные. Кстати, вот удобно, видите, у него за счёт того, что скруглённая форма, в новых моделях, да, они немного меняют дизайн, видимо, прислушиваются к людям. И вот мне нравится, да, это руками беру. Слушайте, очень удобно. К сожалению, сейчас всё это, как и говорил, дело тестировать не буду, потому что, ну, надо это нормально тестировать. От того, что я сейчас просто зажму спортфон, как говорится, ничего не изменится. Надо тестировать, проверять, как он работает сверху. Ой, классно. Вот это классно. Вот это я люблю, да, тут внутри ощущаются пружинки. Ну, вы слышите, да? Выглядит таким образом, необычный. Два цвета, есть вариант ещё чисто чёрный. Но мне как-то однотонки надоели, решил взять вот такой. В общем, ребят, будет однозначно него полноценный обзор на канале, когда я его уже протестирую. Всё, ребят, остался последний пакет. Ай, давайте смотреть последний пакет. Так, а здесь у нас в последнем пакете оказалась вот такая вот очень нужная приблуда, с помощью которой мы будем открывать бутылочки для вина. В общем, если у вас дома постоянно какие-то открывашки обычные, да, вы знаете, что пробки бывают, винишки там очень тяжело некоторые открыть. Если вдруг у вас ещё бицепс, как воробья коленка, то всё, короче, плачь. Вообще не откроешь бутылку, всё. А эта штука хорошая. Я в последнее время для кухни много покупаю различные такой вот электроники. Бренд, я не помню, как называется. Вот, видите, написано Electric Wind Opener. То есть электрическая открывашка на батарейках. Это, насколько я точно помню, это от суббренда Xiaomi. То есть, как минимум, я ожидаю тут какого-то плюс-минус неплохого качества. Ценник, кстати, не космический был. Можно взять, конечно, в разы дешевле, можно и в разы подороже. Собственно, вот таким образом он у нас... Ага, вот, вверх, вниз. Вот таким образом он выглядит и недорогой пластик. Это я вижу. То есть, литьё аккуратное, да, у нас нет никаких тут зазубринок, ничего такого. Но пластик ощущается, что недорогой. Разрез, в который видно будет, как вытаскивается пробка. Сверху у нас ничего. Далее вот такая вот клавиша. Так, что здесь у нас? Здесь у нас... Ух ты, блин. Четыре батарейки формата 2А. Ну, я не знаю, найду я столько сейчас батареек, честно. У меня все в основном мини. Я думаю, что я сейчас это дело не найду. Но я хочу на эту штуку отдельный какой-то быстрый беглый обзор. Потом сделать, показать, как она работает. Снизу у нас съемная вот такая штука. И здесь находятся ножи. Они не острые, но... Прорезать бумагу, ну, вот эту вот обвертку на горлышке бутылки. Да, она сможет. То есть мы зажимаем горлышко, где бумажка. Зажимаем, проворачиваем все это дело. И получается мы срезаем сверху вот эту вот обвертку. Далее мы... Вот получается внутри это металл. Это уже металл идет. То есть внутри у нас находится накрутка. Это, собственно, да. Мы, получается, одеваем на бутылку. В одну сторону, насколько я помню, там из видоса, то есть вниз или вверх мы нажимаем. Она, получается, начинает вкручивать пробку. И попутно, получается, ее сразу и вытягивает. Далее мы жмем, по-моему, вверх. И нам в обратную раскрутка идет. То есть для того, чтобы мы просто забрали пробку. И где-то тут, скорее всего, сейчас на экране появится подсказка такая, что типа, как я ее протестил, все работает или нет. Но видосик какой-то короткий я сделаю. Это однозначно на эту штуку. Ну и как бы все. В общем, ребят, все. Это последний был товар, к сожалению. Теперь уже могу напомнить, что все ссылки будут на товары сегодняшние в описании. Это товары, в основном, которые приезжали ко мне с 11.11. Но не все еще доехали. Поэтому видосы еще по-любому будут на канале. Так что, если вас что-то заинтересовало, вот это вот геймпады, которые были, что-то вас заинтересовало, вы хотите посмотреть полноценный обзор, рекомендую тогда уже подписаться на канал и обязательно нажать на колокольчик, чтобы точно не пропустить выходы новых видео. Будет обзор, колокольчик вас уведомит. Вы посмотрите, ага, у Димона вышел как раз обзор на геймпад, который меня интересовал. Сможете перейти на канал и посмотреть. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, вам видео понравилось. Пишите свои комментарии. Может, какие-то вопросы по товарам есть еще там, что-то. Я уже начну это тестировать. У меня будет какая-то информация, я смогу вам отвечать. Есть вопросы, пишите в комментариях. Всем обязательно отвечу. Еще раз спасибо за просмотр. С вами был Димон. Всем удачи и до новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok